МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. В студии для вас работает Алия Абитова и Диас Мохамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. В каких регионах наиболее сложная ситуация с заболеваемостью? Как намерены укреплять казахстанско-венгерские отношения? Какие нарекания выявил глава мегаполиса в ходе ознакомления с объектами городской инфраструктуры? Зачем в школьных общепитах установили камеры видеонаблюдения? Число заболевших курью растет в Казахстане. На сегодня зафиксировано свыше 11 тысяч фактов. Особенно сложная ситуация наблюдается в Шемкенте, Алматы и Алматинской области. Об этом сегодня в Сенате сообщил замглавы Минздрава Тимур Султангазиев. Речь в Верхней Палате парламента зашла и об отсутствии резервного электроснабжения в реанимациях и операционных. Самое важное из прошедшего заседания обобщила Мира Альжанова. После недавнего блокаута в Астане сенатор Жанна Асанова потребовала установить генераторы резервного питания во всех медучреждениях страны. По ее данным, на сегодня не все казахстанские больницы оснащены таким оборудованием. В реанимациях же находятся сотни пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ или искусственного поддержания жизнеобеспечения органов. Поручить соответствующим специалистам здравоохранения провести ревизию клиник и стационаров на предмет наличия современных автоматических генераторов бесперебойного питания, в том числе и в отдаленных сельских районах, что крайне важно. В случае необходимости замены или отсутствия автоматических генераторов бесперебойного питания предусмотреть финансовые средства для их приобретения и обеспечения клиник. Между тем, вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что в момент отключения электроэнергии все генераторы исправно подключились и негативных последствий для здоровья больных данный инцидент не принес. Он же сообщил, что сегодня растет число зараженных корью. И чаще всего этой болезнью страдают дети до 14 лет. Многие до сих пор не привиты. Большинство из невакцинированных имеют или медицинский отвод, соответственно, противопоказанное проведение вакцинации, или некоторые получают неправильную, недостоверную информацию с разных социальных сетей и интернета. В этой связи имеет место быть и отказ родителей от вакцинации. С начала года число заболевших корью перевалило за 11 тысяч человек. 85% из них – дети. Главный санврач страны принял решение о проведении дополнительной вакцинации для младенцев от полугода до 11 месяцев. Помимо этого будут прививаться и дети в возрасте от 2 до 5 лет. При этом в Минздраве сообщили, что рост заболевших корью наблюдается не только в Казахстане, но и практически во всем мире. Но об угрозе эпидемии в нашей стране речи пока не идет. Мира Альжанова, Дания Ромар, Достань Тимр Бекулы, телеканал Алматы, Астана. А вот в Атараусской области участились случаи заболевания эхинококозом. Это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей. По данным санэпидемиологов, в регионе резко возросла заболеваемость среди жителей от 30 до 35 лет и детей. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, а при выявлении признаков заболевания обращаться за консультацией к медикам. Как защититься и не заразиться, узнавала Гульмира Сутубаева. За последние два года в регионе резко возросло заражение эхинококозом. Специалисты бьют тревогу. Опасная болезнь, по-видимому, быстро передается о домашних животных. Инфекция также распространяется личинками ленточных червей. Врачи особенно обеспокоены тем, что заболеваемость увеличивается среди подростков младше 14 лет. Поэтому санэпидемиологи говорят, что нужно поддерживать личную гигиену и чаще мыть руки. Эхинококоз – заболевание, передающееся от животных, от домашних питомцев. Детям, когда они с улицы возвращаются домой, необходимо тщательно мыть руки. Личную гигиену нужно строго соблюдать. Большинство случаев признаки эхинококова являются во время профилактических медицинских осмотров. С момента заражения до появления первых симптомов может пройти не менее полугода, а иногда от трёх до десяти лет. В начале инфекция оседает в печени. В прошлом году в нашей больнице было проведено 17 операций по устранению эхинококовой инфекции. В этом году мы выполнили три операции. Чаще всего эта болезнь встречается у пациентов в возрасте от 30 до 35 лет. Лечение эхинококоза проводится только в стационаре. И никакие народные средства не помогут. Поэтому врачи отмечают, лечение необходимо начинать как можно раньше. А при появлении симптомов незамедлительно обращаться за консультацией к специалисту. Вульмира Сатубаева, Фархат Тажибаев, телеканал Алматы, АТРАО. В 17 семьям погибших горняков на шахте Микостенко в Карагандинской области назначили пособия и выплаты от государства. Как сообщили в Минтруда, у 21 из 46 шахтёров имеются иждивенцы. Им полагаются два вида соцподдержки. По случаю потери кормильца 37 тысяч тенге на одного ребёнка, а также лицам, находящимся на иждивении погибших горняков, будут выплачивать пособия по случаю потери кормильца за счёт средств Госфонда со соцстрахованием. Его сумма зависит от дохода и стажа погибшего. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 270 тысяч тенге в месяц. Финансовая помощь будет оказываться до совершеннолетия, а в случае их обучения в вузах на очном отделении до 23 лет. Незастрахованным в СМС казахстанцам не выдадут водительские права и запретят выдачу разрешений на ношение и хранение оружия. Об этом стало известно сегодня в Сенате. Сообщается, что незастрахованные лица будут ограничены и в получении ряда медицинских услуг. В Минздраве считают, что подобная мера поможет увеличить охват обязательным медстрахованием и обеспечить финансовую устойчивость фонда. Это предложение для обсуждения с государственными органами, с общественностью, с депутатами. Данное предложение было сделано на основании анализа международного опыта. Мы видим, что в таких странах, как Германия, Нидерланды, та же Россия, имеются соответствующие ограничения. Кроме того, имеются ответственности гражданина, в том числе финансовые штрафы, если человек не застрахован. Сотрудника Управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Алматинской области. Старшего оперуполномоченного подозревает в торговле наркотиками. Сейчас проводится досудебное расследование. Дело завели по статье «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов Уголовного кодекса Республики Казахстан». Вы смотрите новости далее в выпуске. Как намерены укреплять казахстанско-венгерские отношения? Какие нарекания выявил глава мегаполиса в ходе ознакомления с объектами городской инфраструктуры? Зачем в школьных общепитах установили камеры видеонаблюдения? Касамжимар Тукаев вручил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану орден «Достык первой степени». Такой почетной наградой политику достоился за весомый вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между странами. В рамках визита главы венгерского правительства прошли переговоры в узком и расширенных составах. О чем говорили и какие документы подписали стороны? Узнаем у Далина Осиповой. Казахи и венгры связаны едиными корнями. Касамжимар Тукаев подчеркивает, что у народов схожий язык, культура и традиции. Все это лишь укрепляет дружественные отношения стран и народов. По словам венгерского премьера, на непрерывные контакты с Казахстаном плохо повлиял коронавирус. Теперь настало время продолжить наращивать сотрудничество. Мы сейчас приехали для того, чтобы придать новый импульс отношениям. У нас в этом регионе с вами наиболее тесные исторические контакты. И мы очень рады вашим успехам. Казахстан — это выдающаяся страна, добившаяся значительных достижений. Каждая моя поездка в Казахстан оставляет глубокие впечатления. Несмотря на геополитическую напряженность в мире, между странами растет товарооборот. В прошлом году он увеличился на 20%. Президент Казахстана надеется, что торговые отношения достигнут оборота в миллиард долларов. В нашей стране сегодня активно работают 70 венгерских компаний, которые вносят свой вклад в развитие экономики. Недавно компания Equilibrium Capital получила статус управляющей иностранными фондами в Международном финансовом центре Астана. Она стала первой венгерской компанией, добившейся такого высокого признания. Предприятие может финансировать проекты в сфере зеленой энергетики и здравоохранения, а также намеренно создать три инвестиционных фонда в Казахстане. Помимо экономических отношений, между странами крепнуты культурно-гуманитарные связи. Одна из улиц Астаны в ближайшее время будет носить имя венгерского поэта Шандора Петтефи. Кроме того, стороны подписали ряд документов, в том числе меморандум о сотрудничестве в сфере образования. Даля Насипова, Дания Румар, Достан, Темир, Бекула, телеканал Алматы, Астана. Устранить дефекты после капитального ремонта в 127-й школе поручил Аким Алматы Ербулат Досаев. Сегодня он совершил рабочий объезд в Ауэзовский район. Как отметил глава мегаполиса, образовательное учреждение откроется лишь при полной готовности к приему детей. Ербулат Досаев также ознакомился и с ходом работ на других соцобъектах, где встретился с местными жителями. О выявленных нарушениях и поручениях Акима материал Аделя Бжаркеновой. Некачественная покраска стен, провода в зоне раковин и неправильная вентиляция – это лишь часть замечаний, озвученных Ербулатом Досаевым при посещении общеобразовательной школы номер 127. По плану, объект должен был открыться в ноябре этого года. Однако глава города дал время подрядчику до конца декабря, чтобы устранить все недочеты. Школа наша была построена в 1988 году и с того момента капитального ремонта никакого не было. Все замечания, которые были сказаны Ербулатом Оскарбековичем, это касается строительной компании. Поэтому я думаю, здесь они сейчас присутствовали все. Я думаю, что они примут меры, сейчас решение какое-то примут и устранены будут. Далее Аким направился в микрорайон Достох, где сейчас модернизируют канализационные сети на 22 улицах. Первые участки по улице Талкихана, Разбакиева и Терме подрядчик должен сдать согласно плану до конца этого года. Общая протяжённость сетей водоотведения составит 13 километров 700 метров. Весь объём работ завершим до конца 2024-го. Так, 759 домов Олезовского района получат доступ к централизованной канализации. В седьмом микрорайоне Ербулатом Досаев проинспектировал работы по благоустройству 24 придомовых территорий. Он поручил оснастить новые дворы камерами видеонаблюдения во избежание вандализма. Здесь же Аким пообщался с местными жителями и выслушал их обращения. За 18 лет здесь ничего не менялось. То есть стояли старые качели, которые мы постоянно за свой счёт с помощью КСК красили, постоянно ремонтировали. То есть здесь модернизации вообще никакой не происходило. Сейчас произошла глобальная перестановка нашего двора. Как вы заметили, у нас двор стал очень красивый. Аким города прогулялся и по новой пешеходной зоне на пересечении улиц Жандосова-Сулейменова. Строительство было инициировано самими жителями по программе «Бюджет народного участия». Отвечая на вопросы жителей, Ербулат Досаев подчеркнул, что озеленение в этом году не завершено. Проблемы подтоплений также решаются в плановом порядке. А со следующего года на проекты по инициативе жителей будет увеличено финансирование. Только в Ауэзовском районе на этот проект планируется выделить 2 миллиарда тенге. Аделя Кжаркенова, Медед Саматулла, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы». Столовые 206 государственных школ в Алматы оборудовали специальными видеокамерами. Охват достиг почти 100%. Видеонаблюдение позволит обеспечивать контроль за питанием детей и соблюдением всех санитарных норм. Помимо этого, для повышения качества работы школьных столовых улучшается и материально-техническая база. О прочих новшествах в школьном питании расскажет Рустам Аралбаев. Сегодня вопрос качества питания в школьных столовых на особым контроле. И специальные камеры позволят не только вести наблюдение за тем, что детям предлагают на обед, но и за процессом приготовления. Например, надели ли повара перчатки и соблюдается ли чистота на кухне. Со своего рабочего места я могу следить за происходящим в столовой. Какую еду сегодня подают на обед и в каких порциях. Видно, насколько там чисто и как готовят повара. В обзоры видеокамер попадает всё. Даже находятся ли посторонние на кухне. Через видеокамеры контроль за столовыми осуществляют не только администрации школ, но и специальные экспертные группы. В них состоят родители, местные власти, депутаты, представители Академии питания и другие. Помимо видеонаблюдения, они также регулярно будут посещать образовательные объекты. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок в соответствии с приказом Министерства образования и науки. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы школьных столовых. На сегодня видеонаблюдением охвачены 206 государственных школ из 215. Работа продолжается. Добавлю, что в этом году бесплатным питанием охвачены почти 135 тысяч учеников. На эти цели выделено более 20 миллиардов тенге. Рустам Аралбаев, Жан Саял, Жабек, Ернат Балатпек, телеканал Алматы. В Казахстане стали меньше разводиться. Только за первые полгода расторгли брак 8200 пар. Это на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего разводились в городах. Лидируют в антирейтинге Алматы, Астана и Карагандинская область. Но это не сравнится с 2019 годом. Тогда по стране было зафиксировано 29 тысяч фактов расторжения брака. Алматы в лидерах и по числу зарегистрированных союзов. Только за первые полгода в мегаполисе узаконили свои отношения больше 5,5 тысяч пар. Ненамного меньше этот показатель в Туркестанской области, в тройке поженившейся столице. Там за первые 6 месяцев этого года узами брака связали себя больше 4 тысяч пар. Но вернемся к разводам. По данным портала Vicewater, Казахстан занимает по этому показателю 16 место в мире. Чаще других разводятся на тропических Мальдивах. Жители Гуама и соседней России. Такую статистику привели аналитики портала Ranking.kz. Казахстанский кинематограф выходит на новый уровень. В Алматы состоялась ожидаемая премьера боевика со множеством опасных трюков и участием большого числа войнаслужащих. Нелегкую роль защитников Родины исполнил как опытный, так и молодой актерский состав. На себе они испытали тяжесть и ответственность тех, кто каждый день стоит на страже безопасности страны. Отечественную киноленту «Быркет» оценила и наш корреспондент Айдана Нураш. До начала фильма каждая деталь в кинотеатре подготавливала зрителя к тому, что его ожидает не очередная комедия, которая рассмешит до слез, или не мелодрама, что растопит сердце. Киновечер был буквально пропитан атмосферой патриотизма, на каждом шагу напоминая о нелегкой службе защитников Родины. Как признается, исполнивший главную роль актер Санжар Мади, сняться в киноленте его побудил больше гражданский интерес. Внутри что-то ёкнуло. Я подумал, что для меня это долг. Раз меня приглашают, раз они видят во мне этого человека, то я должен показать максимально, насколько это возможно, чтобы и дети, и вдовы, и родители тех погибших, они понимали. И те, кто не понимают вообще, что происходит, кто защищает нашу страну, чтобы они знали, что ведётся, скажем так, битва, от которой мало кто знает. Тяжёлый военный снаряд в десяток килограмм, боевые трюки, грязь и холод. Съёмки изрядно измотали, признаются актёры, в течение двух месяцев без сна и комфорта. Команда профессионалов реализовала свой творческий продукт и именовала его названием отряда спецназначения. «Быркют» – дебют Даниара Ибрагимова, режиссёра известных патриотических фильмов «Казбат» и «Шестой пост». Военным консультантом выступил полковник в отставке Камал Жахслыков. Может быть, актёрам было сложно, потому что им приходилось и ползать в грязи, и бегать, и прыгать. Очень большая физическая нагрузка, очень мало сна, очень много действий. Мне, как режиссёру, конечно, на стульчике было легче, чем им. Руку набили на комедии, и теперь мы протаптываем тропинку боевикам. Некоторым актёрам нужно было просто оставаться самим собой, ведь то была их настоящая жизнь. В проекте задействован реальный спецназ свыше 200 казахстанских военнослужащих. Фильм снят на реальных событиях, где указывается служебно-боевая деятельность военнослужащих подразделений специального значения. «Быркют» – это остросюжетная картина о верности военной присяге, служебному долгу и дружбе. Фильм требует от своего зрителя крепких нервов, так что похрустеть сладким попкорном, вальяжно расположившись в кресле, не получится. «Я, как ответственно за операцию, настаиваю на скорейшем задержании всех подозреваемых. Братьев надо, не медленно». Одиннадцатиклассница из Туркестанской области получила 21 приглашение от ведущих университетов мира. И это не просто удачный случай. К учебе за рубежом Шапагат Сельхан готовилась основательно. Начиная с шестого класса, целеустремленная жительница города Арысь учила английский язык – главное требование ведущих вузов. Школьница хочет стать профессионалом в сфере международных отношений. «Я стою перед выбором поступить в Калифорнийский университет или Чикагский. Последний имеет очень высокий рейтинг не только в США. По показателям он опережает многие мировые университеты». Получив качественное образование за границей, будущий дипломат намерена вернуться на родину, чтобы использовать знания во благо развития страны. На пути к долгосрочной цели все эти годы девочку поддерживала ее учительница Дина Тимирхан-Хазе. По словам педагога, ответственности и неустанная подготовка ее подопечной показали высокие результаты. «Айлдс» мы сдавали дважды. Она набрала высокие баллы по рейтинг и лыснинг. Именно эти скиллы многим даются сложно. Я рада ее достижениям в таком возрасте. В Алматы состоялось открытие первого республиканского фестиваля молодежных театров. Из 30 с лишних претендентов на звание лучшего были отобраны 8 молодых режиссеров. Теперь они представят свои постановки на театральных сценах мегаполиса. Амина Усенова продолжит тему. Музыка, свет и красная дорожка. Церемония первого республиканского фестиваля театров началась торжественно. Больше всего алматинцев восхитило барабанное представление Корейского театра музыкальной комедии, а также само выступление актеров театра. Всех номинантов встречали бурными овациями. Ельдос Шайкенов – актер театра Астаны. Искусству Мельпомены он предан вот уже 10 лет. Мужчина приехал на фестиваль с командой, чтобы представить одну из постановок Нурлана Уразалина. Мы приехали с постановкой Нурлана Уразалина «Ширак», режиссер Шингас Жакебай. Это лирическая драма. Я буду исполнять одну из ролей. Спектакль покажем 3 ноября в театре имени Габита Мусрепова. Мы долго готовились и, думаю, приехали с хорошей подготовкой. Надеюсь, жителям города понравится. Лучшие постановки победителей фестиваля представляли театральные коллективы из разных городов страны. На торжественной церемонии участникам зачитали поздравительное письмо от имени министра культуры и информации Аиды Балаевой. По словам организаторов, цель фестиваля – пропаганда достижения молодых режиссеров театрального мира и повышения их профессионализма. Лучшие работы молодых режиссеров и молодежных театров, они отобраны. И вот на протяжении всего почти недели всем казахстанцам, особенно жителям города Алматы, это же у нас культурная столица, им есть возможность познакомиться именно с работами и почерком молодых режиссеров. Согласно формату фестиваля, всё будет просто и легко. Будет свободный показ. Молодые актёры смогут обменяться опытом и сами разобрать свои постановки. Это большой опыт для молодых критиков, которые смогут открыто выражать своё мнение. Это не соревнование, а фестиваль. Это праздник. И в дальнейшем мы надеемся, что будем продолжать его устраивать. Победителям фестиваля были вручены денежные призы, а продолжилось мероприятие просмотром спектакля «Кулагер». Отметим, что фестиваль будет проходить с 1 по 6 ноября. Все восемь режиссёров презентуют свои постановки на сценах трёх театров мегаполиса. Амина Усенова, Хангельда Ахмедханов, телеканал Алматы. И на этом мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Алия Абитова и Диас Махабетов. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова